Аллилуйя! Да, священник Таинства, величайший Таинства Церкви Христианской, Галовьи, Петички, да, Причастия, Евхаристия, Лепа Преволения. И вот это действительно есть и главное Таинство наше, и то, как мы сохраняем себя в этой Божественной Любви. Вот я и вам хочу еще раз то, что я читал из посланий к Иуде. Иуде послание ко всем. 20-й стих и 21-й стихи его послания написано тоже и ко всем. А вы, возлюбленные, насытая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь. Аминь. Вот это такое послание соборное, что-то, да, оно действительно соборное. И сегодня оно такое. Да, слава Богу. Вот, и сегодня еще, кроме этого, послания Иуде, читаю из Евангелия Дуньки, 5-й главы. А это все, если вы, то прочтите тоже, как раз из Библии, у тебя, по принципу. Да, пожалуйста, слава Богу, что вы пишете. Да, пожалуйста, пожалуйста, 9-й глава, а с 51-го стиха. Так, я не вижу, ки 9-та глава, 9-та глава, який? Десят первого. Движдьдесят первого, так, до 58-го. Движдьдесят первого, до 58-го. И было, когда нахлаждались дни выхода его из этого мира, он твердо решил идти к Йерусалиму. И послал вестников перед лицем своим. И они пошли и пошли из села Самарянского, чтобы приготовить ему. Но там не приняли его. Бо было видно, что он идет до Иерусалима. Побачивши это, ученики его, Яртин и Иоанн, сказали, Господи, хочешь, мы скажем, чтобы огонь пошел из неба и спалив их, как и Илья ученик. Но он, вернувшись, обратился к ним и сказал, что вы не знаете, какого вы духу, потому что он пришел не убить души людьми, а спасать. И он пришел. Спасибо. Аллилуйя. Да. Я как раз все могу переходить. Я тоже читал бы мой ноут. Когда же приближались в дни взятия его из мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь зашел из неба и истребил их, как и Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не убить души человеческие, а спасать. И пошли в дни взятия. Да, друзья, братья и сестры, очень такое местописание непростое, тревожное местописание такое, знаете. Очень даже. Я об этом уже семинар проводил даже в Непрошколу Библейских. И так на ютубе тоже есть семинар, мы об этом, кстати. И я считаю, что здесь мало того, что попытка искушения Христа. Знаете, когда Иисус начинал свое искушение, да, то мы знаем, что у него было столкновение с дьяволом лоб в лоб, что называется, да, значит. Враг пришел ему лично, значит, искушая его, да. И, значит, очень непростое время, очень непростая ситуация. Иисус добленно выдержал этот экзамен, испытание, он отвечал словом Божьим, хотя искушение тоже было словом Божьим. Но именно цитата из Библии, отвечая не словом Божьим, в общем, делал. Некоторые люди просто путают, как бы, цитату из Библии со словом Божьим. Вот. Потому что, допустим, цитата из Библии в русах Диабола, она не была словом Божьим. Вот. А была словом Диабола и словом искушения. О-о-о. Не, ну на самом деле, что ж. Серьезно. Это что? Да, так, 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 так и есть. Это не было словом Божьим, это было словом Диабола. Поэтому то, что люди, допустим, даже цитируют, это еще не значит, что они говорят слово Божье. Некоторые, да и многие христиане считают, что вот если я буду цитировать из Библии, надо, не надо, везде буду цитировать из Библии, цитаты. Это цитаты будут при разговорах везде. То я буду говорить слово Божье. На самом деле, как бы, это далеко не так. Вот. Это может быть и слово дьявольское, и слово Божье, и слово человеческое. Просто-просто слово. Это же что угодно, может быть, религиозное слово, может быть, любое слово. Вот. И в том случае цитата из Библии, допустим, в устав сатаны это было слово дьявола, а цитата из Библии в устав Иисуса было словом Божьим. А в чем разница? Разница не в цитатах. Разница, раз ли дьявол, он плохие цитаты приводил? Он не из Карла Марса цитировал, он не из Хаббат Гитлера, не из Ирана, чтобы он читал, он не будет еще в Библии, правда. Вот. Поэтому сама цитата ничего не значит еще. Вот. Важно, какой дух стоит за этим все. Вот. Кто Духа Христова не имеет, но это не его. Истинно говорится, говорится истинно в любви. Если без любви, это уже не истинно. Это уже по правде, которая бывает хуже, чем откровенная ложь. Поэтому если слово Божье, даже цитаты из Библии, они говорятся без любви к Богу и к окружающим, это и есть слово. Либо дьявол, либо слово пустословие, либо слово религиозное, либо слово человеческое просто. Вот. Но не Божье слово. Истинно она в любви. Истинно в Иисусе. И очень интересно, потом Иисус их скушали ноги. Дьявол уже не напрямую враг, не напрямую скушал в лоб в лоб. Уже была не лобовая врага. Знаете, как вот у борцов тактика меняется. Значит, здесь он, как бы, когда в пустыне враг пришел к Иисусу, то враг пытался его, ну, как бы, силовыми, как бы, приемами взять. Но, как говорится, противового нет приема. Вот. Значит, Иисуса не возьмешь на лоб в лоб. Значит, и враг, если возможно, даже искренне пытается искусить и совратить. Пример с Иисусом очень хорошая иллюстрация. Но потом тактика врага поменялась. Он стал, знаете, как вот у борцов здесь, да, вроде как поддаваться, используя силу противника. Например, допустим, когда в самый такой, притом в браке шел такой самый момент, когда, ну, нанести поражение. Знаете, когда Иисус сказал такие обещания, такие обедования, помните, ты, Петр, и на всем камне, и я создаю церковь мою, и врата Адами, они греют в нем. Такие прекрасные слова. А потом тут же он объясняет ученикам, что будет с ним, что ему нужно будет пострадать, что очень надо пострадать, и, в общем-то, и быть распятой. И тот, кому Иисус доверял, и всех учеников наибольше, да, это слово было сказано, и теперь сказано, например, блаженка Симон, сын Иоанин, и вы не плоти и кровь тебе отбили, а отец мой сущий на небесах. То есть это вообще, знаете, у Петра Торо не просто там новое мышление появилось, а там Маркос Крюзович уже, вот как меньше тогда засияло, и, в общем-то, статус его над учениками в себе уже стал весь мобилик. И представьте, именно через него, вот, в таком повышенном статусе ученика, враг тут же и наносит такой, знаете ли, атаку свою делает. И уже, как бы, Петр чувствовал, что он может что-то такое сказать, отозвал Иисус, пожалуйста, можно что-то, ну, пусть с тобой не было такого ничего. Вот, давай как-то, ну, по-другому, давайте здесь что-то, какой-то другой вариант донесать, вот, по-другому проблемы решим, но не так. Как бы, как бы, бежалок, эти, да, и вообще, как бы, мы можем представлять, что же там говорили. Но на самом деле Иисус в этих мягких словах и, как бы, душевных, и таких хороших, хороших, по-человечески, очень хороших, и не только по-человечески. Я думаю, Отец Небесный был не против такого варианта, да и все были бы за, другие какие-то варианты, знаете ли, и, значит, но Иисус здесь распознал голос, опять-таки, того самого противника, который в пустыне был с ним лоб в лоб однажды. Он распознал, что здесь вот, как бы, игра такая, поддарки, он вроде как поддается, а на самом деле искушение, сойти с пути, на который он решился встать. И он сказал, отовер мне, Садома. И ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. И интересно, потом были другие искушения, через разные люди, мужчин, женщин, там, он там проповедует Иисус, и одна женщина, другая, с тобой весело. Иисус говорит, блаженно чрево, носившие тебя, сосы, которые сосал, ваши правилники, которые тебя кормили. Вот блаженные, ой-ой-ой, опять искушение. Иисус вовремя поставил женщину на место и остановил это все. Блаженно слышащие Слово Божье сказал и исполняющие Его. Все. А вот это все, ваше представление о блаженстве, это все чушь вообще. Блаженство, вот оно в чем. Блаженство, слышать Слово Божье, исполняйте, не отвлекайте женщину, не отвлекайте на все это. Не на маму, не на кого-то еще, не, 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 вот, держите это в уме. И потом много всего. Но здесь, в этом пресс-описании, 9-я была, ну и здесь, в общем-то, дьявол очень нагло, очень серьезно атаковал. Это дух инквизиции, может так произносится. Дух инквизиции, я так его называю, потому что однажды я столкнулся с таким духом, нечистым, лицом к лицу. Один раз в моей жизни это было, хотя, как бы, всякое бывало, но вот эпизод такой был у меня, я рассказывал уже о церкви, не раз уже, когда в поезде ехал, да? Помнят, рассказ мы с одним монаром встретился я в поезде, ехал в плацкартном вагоне, значит, и так получилось еще с посадки, когда садились все, то, значит, я заметил, там какой-то монашек подошел еще. Ну, плацкартный вагон, он был ближе вот так к проводнице, ну, серединарной, ближе к проводнице, а я так ближе к полету, вот та часть, которая ближе к полету. Не после полета, ну, ближе к полету, вот, но, в принципе, мы так от середины в разные стороны, получается, вот, и я там на нижней колте, вот туда, вглубь, когда, значит, в этом, а он на боковушке, верхнюю боковушку у него, он видно не право, он просто, как бы, там, подвязь, мне так вот чего-то вскатал, как бы, и прыг туда, и, как бы, наверх, и лежит там, ну, ладно, какой-то вещь, мешок у него, какой-то новой вещь, ну, посмотрел, типичный монар. Вот, значит, и, а так, места все заняты, но, вот, передо мной нижнее место такое, и оно пустое, ну, ладно, так, в принципе, так, почти, ну, все места заняты, практически, по сути, можно было увидеть, и вот едем мы, ну, и, не помню уж, с чего-то начался разговор тогда же, или, либо я начал, либо кто-то еще там, значит, разговор такой, ну, обычно такие разговоры, что, как понимаешь, что священнослужитель, значит, такие разговоры где-то, о Боге, о Библии начинается, интересно, и, значит, и я рассказываю о Кресте, о Боге, там, о спасении, и делюсь Евангелие, свидетельствую, вот, у себя там, вот там, у Библии, там, как бы, а соседние, там, как раз, товарищи, они слушали, соседние пласта, и, значит, и говорят, так, не могли бы погромче, ну, хотим тоже послушать, интересно рассказывать, я давай громкость прибавил, и давай, там, на их сторону тоже рассказываю, так вот, туда, туда, вот, значит, все громче и громче рассказывать, ну, то есть, другие мои слушают уже, ну, добрые полугода, хорошо слушают другие нам, прислушаются. Вот, значит, и так хорошо все идет, рассказываю много, рассказываю, вот, потом уже поздно становится, уже пора учесть знать, вот, ну, я время от времени посмотрел на того монаха, ну, монах вижу, он там и ерзает, ну, тоже, значит, слушает, ну, будь, брат, постучает тоже, как бы, чё ж, значит, и, значит, ну, потом вижу, люди уже добрые продолжатся спать уже, стереться, думаю, надо уже громкость убавить, и пора уже тоже поспать. Завтра утром приезжали, конечно, и как раз на собрание попадают, вот, надо маленькая дарность. Ну, тоже, значит, стереться, значит, и люди уже выкладываются, представляете, примерно полвагона уже легла спать, вторая уже выкладывается, и монах, который уже тут ко мне ерзет. Да, значит, я не ожидал, честно говоря, думал, просто в ходе пошел, а он, нет, 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 он ко мне, сел, напротив меня, трех, вот, он месяц свободный был, он против меня, не занятный, так, сел, напротив меня сидит, и так, да, сканирует, и потом, как бы, что-то такое он сказал, такое, типа, чей будешь, как бы, ну, как бы, я слушал, он говорит, я не понял, кто вы такой, вроде и православный, но вроде сектант, вроде сектант, но как бы и православный, он говорил, да, чей будешь, да, детей корон, ну, как бы, ну, кто ты вообще? Ну, я, значит, думал, ну, культура, если что-то, значит, расставаешься с вопросами, ну, как бы, я ему добавил, вот, что-то, вот, ну, их им говорю, ну, короче, раб Божий, вот, как бы, общит Божий, вот, значит, они, наверное, говорят, православный, евангелист, реформатор, ну, короче, даже, даже про реформаторский, я еще не сказал, не дошел к этому, я, значит, там, просто сказал, что православный, я такой, яматорский, верующий человек, объясняю ему, вот, значит, о Христе проповедую, вы же слышали сейчас о Христе, вот, и, я уж не помню, то, что, с чего он начал говорить ему, и вдруг моего собеседника просто переглинуло, вот, знаете, как и ужасно, вдруг наяву, вот, значит, и у него глаза туда в загадку, как бы, значит, и они, как стальные стали вообще, вот, не его глаза, просто стальные глаза, вот, какие-то, и голос, совсем другой голос, не его голос, знаете, вот, у него нормальный, обычный человеческий голос был, а это какой-то, как аж воскрешно, металлический какой-то голос вообще, не его, такой голос, что, значит, знаете, жерсть в него поднимается, вот, значит, и он, ну, не громко он говорил, этот голос, но настолько жутковатым было, что, ну, как бы, явно, как вот, сердце есть такие, чрево вещами, вот, когда, вот, голос-то не его, какой-то там, что-то непонятное такое, вещались из него, вот, вот, из него, вот, вот этот, ну, рот-то ему как бы, но из-за рта не его голос точно. И если у меня сразу ёпнуло внутри такое, чтобы понимали, что это, ну, не он сейчас говорит, а вот он в нем заговорил, просто я мечтал, чтобы прямо вот так вот, обычные дьяволы, бесы эти, которые сидят в религиозных людях, они все так никогда не открываются, то есть это очень редко, что он, он сразу показался так вот. Вот, значит, и, видимо, его надипело, что ли, там, вот это его сознание, там, религиозное скипело, ум возмущенный, смертный, говорить и готов, вот, как бы, значит, и, видимо, это спровоцировало бесов проявить себя, видимо, я так рассуждаю, а кто знает, может, не так. Одним словом, значит, вот, началось, и вот, голос, я уж не знаю, я же не смотрел на других людей, потому что, ну, как бы, зрелище было такое, что-то, вот, значит, и голос этот говорил мне, такие, как ты, он сказал, вот я не запомнил, что он там как, еще перед тем говорил, а вот это запомнил очень сильно, что такие, как ты, говорят, раньше сжигали, неправильно делали, только он, не по-хиллически говорил, а так вот прям. Я понимаю, что этот же самый дух, эти же самые бесы сидели когда-то в тех монахах, которые, там, сжигали раньше на кострах людей, там, хоть западноевропейские, эти коллеги наши, там, Тарклимадов, который больше 10 тысяч людей жил сам лично, как бы, который был таким религиозно-монятным, на подобии Ивана Грузного, только таким монахом, вот, значит, и потом, значит, или как вот, эти российские инквизиторы, такие, святцы, которые есть, там, этот Геннадий Новгородский, который тоже, там, я их тихо хвалил там немеренно, вот, значит, потом Иосиф Влаголамский, тоже святой, который тоже сжигал, там, и у него, там, Иосиф Влаголамский монастырь тут в Москве, у него был оборудован, как именно, ну, классический, эфирская такая обитель, с кельями для бытов, с дымами, вот, с кострами, значит, там, с этими, с дымом у моря, ну, это так называемые, то есть, когда, там, раньше, музей, там, ну, музей показывал просто эти вещи, там, там, значит, делались полутики отверстия, значит, а внизу была такая, как, небольшая кодочка, развалился огонь, потом забрасывало солнце, а перестворчиво еще, а его дымом коптили до смерти людей там. Некоторых бывало не до смерти, пытали просто там людей, вот, коптили, превратились в сознание, как бы, по всей репутации, потом вытаскивали, приводились в чувство, допрашивали снова на копоть, а потом до смерти коптили. Вот, вот, значит, и это все произошло с таким инквизицией такой страшной. А вся вина была людей в том, что они по-другому верили, по-другому мыслили, там, читали библию, молились своими словами, молились без икон, если донос был, допустим, от какого-то других христиан, это, допустим, что ты молился дома, но не молил и он вообще, то все-таки я могу туда запросто под эту ручку отправить, а ты уже не вышел на своих боях, вот, именно как вперед или как и на всю жизнь. Вот, значит, ломали суставы, пальцы оборачивали, ребра ломали, там, там, и клещи восстанялись. Я был в грузее, религии атеизма, как раз, где-то все это показывают при Борете. Вот, наша инквизиция была не менее суровой, чем западная европейская, даже более, чем суровой, чем западная европейская. Просто о нашей не принято говорить, о нашей экономике. Такое, какое-то культурное табуе есть на это все. Вот, значит, о западной европейской принято говорить, о нашей не принято говорить почему-то. Хотя инквизиция началась не на Западе, а на Востоке, в православном мире, собственно, и она по количеству жертв даже более была, и по времени более продолжительной была, чем западная европейская, и по количеству жертв более, как бы, так вот, ну, больше. Ну ладно, и тот самый монах, одержимый, как выяснилось, когда все это прозвучало, я понимал, что сейчас у меня четкое понимание, грецов надо это гнать, но у меня вот такой, как бы, возник вопрос, уже там люди добрые спят уже почти все уже, да, другие укладываются, значит, и ведь он может сейчас не только меня убрать, он может и других людей, еще больше другая, они же, кто-то такое, в кино видели такое, вот, и, и, че ж, слава Богу, Бог тут же дал подсказку, как в этой ситуации, в такой ситуации быть. Я в руках голоса, наверное, со стороны людей, которые были очень довольны, это странно, как бы, монахи все говорили, не по-человечески глаза остепенели, как металлические просто глаза такие, это вообще жутко, конечно, вот, странно вообще даже, значит, это как свинцовые такие, да, вот, неестественные на свет, значит, и я обращаюсь не к монаху, потому что я понимаю, что бесполезно, когда уже, значит, когда еще он, может быть, был вменяемый, да, можно было с ним говорить, для него еще информация доходила, а здесь, хотя тут его еще слышат, но его уже тело и душа уже ему не принадлежат, уже это редкий случай, когда полный такой, когда, держи лист, когда уже весы протролируют полностью человека, несчастный человек, конечно, вот, значит, и я обращался не к монаху, я обращался к тому-то в нем, и в полголоса сказал такие, я уж не помню уже всех слов, но Бог дал нужные слова как раз, они пришли как бы сами собой, эти слова, хотя бы на ум, и я их сказал, я запретил во имя Иисуса Христа, запретил Ему бесу этим бесом пугать людей, вот так вот, я запомнил эту фразу, я вам понравился еще, запретил пугать людей, значит, и он смолчал, он больше не говорил ничего, я что-то еще сказал по поводу того, что он тоже молчал, значит, и не мешал ему приветствию, шалом приветствия прокатиться, вот, значит, и что происходило, значит, он, этот монах, все остальное время, он был, знаете ли, такой, как сказать, как будто бы обмякшим, он просто сидел напротив меня, вот, значит, я рассказываю, как вот столкнуться с другом инквизиции, лоб в лоб, вот, это было вообще удивительным таким переживанием, вот, значит, приветствую, вот, значит, и, дальше что было, монах сидел вот таким обмягшим, в таком состоянии, и, ну, как не поймешь, был уже спид, ну, или спид, значит, но, я понимал, что просто его тело и душа, они находятся сейчас в таком состоянии, связанном, просто затотип этим весом проявлять, пугать людей, получается, нейтрализовал противника, а что дальше? А дальше ответ был очень интересный, я, наверное, был смысл подсказ этого, потому что это было настолько вот именно, ну, в духе, я переживал, ну, действительно, присутствие Бога, что делал? Я стал говорить о храбе Христа, о жертве Христа, стал говорить, обращаться, довольно это со стороны, наверное, странные любые дела, потому что я обращался то к этому монаху, то обращался к тому, кто умеет, вот, я говорил о храбе Христа, о жертве Христа, вот, о том, что Иисус умер за нас, когда я говорю о монаху, это, знаете, как общаться, обращаться к человеку, который в коме находится, он, допустим, не реагирует никак, да, его тело, душа парализованы, как бы, да, значит, они не реагируют, но, значит, его дух реагирует, и потом многие люди рассказывали, которые переживали, находились в таком состоянии, да, когда они выходили из комы, они потом рассказывали, следительствовали, что то, что в молитве говорилось, молитва на духе говорилось, они-то все слышали, но они не могли это проверить, ни душой своей, ни телом своим, вот, такое состояние, поэтому я даже, будучи, там, не раз и не два в таких ситуациях, где-то в реанимации, допустим, да, возле такого человека в коме, я говорил с ним, обращался к его духу, от духа Божьего, и молились, с ним молимся покаяния, обращайтесь к Богу, я знал, что даже если душа не может реагировать никак, его тело, тем более, не может реагировать, то дух его, он слышит, и он может реагировать, значит, и он еще, как бы, едет душа к тебе, но все-таки еще есть искорка вот этой жизни, у него есть шанс, и потом были рассказы такие, я слышал это не раз, когда они возвращались, они их благодарили, потом за то, что они имели возможность, пусть даже не душой и не телом, но духом своим просто, ну, не растеряться, и возобить к Создателю, возобить вот именно к Богу, вот именно, к тому, кто дал жизнь, вот, стал Богом. И вот я обращался к тому монарху, когда к монарху обращался, я говорил такие слова, что кровь Иисуса Христа, говорю, была пролита за нас с тобой, она была, как и за все, за рот человеческий. Вот, когда обращался к тому монарху, я говорю так, что кровь Иисуса Христа была пролита против тебя, а жертва Иисуса Христа была принесена совершенно против тебя, и кровь Иисуса против тебя, и сколько было по времени, я не знаю, но это было и час, и два, потому что это будет далеко за полчаса, уже было когда у него, ну, когда все уже закончилось. Знаете, но я все говорил, говорил и говорил, и просто не хотелось останавливаться. И потом, в определенный момент, его тело немного, знаете как, потряслось, похоже, как человек немного вздремнул и проснулся, вот так вот. Вот, вечно похожее такое состояние, его немного погрусило, и он, значит, пришел в себя, глаза в его нормальные, в одну минуту, значит, я вот смотрю нормально, не такие металлические стеклянные, а нормальные, есть человеческие глаза в него, вот, и у него голос прогрессился, нормальный, не мог. Каким он раньше говорил, кто-то был. А, ужас, да. Вот. И он уже вопросы задает мне, он в теме, и он так говорит, что, вот так интересно, что вы сейчас сказали, значит там, а как же вот то, а как то, а как это, я ему рассказываю, но уже, слава Богу, ему человек уже свободой. Потому что, значит, то была одержимость у него, а это, значит, уже свобода. Я ему говорю о Христе, о крови Христа, он принимает, благодарит, значит, там, что повторяет за мной, ему здорово. Ну ладно, это уже, уже пора и честь, я думаю, пора спать, уже все, он уже бери, уже он ушел к себе туда, вот, на полку, я, значит, к себе. И довешаем до конца, уже утром проводиться все будет, ходит, вот, он, этот монах, ко мне, с вещмешком своим, значит, король, вот, дорогие конфеты сдает, вот, значит, мне дали, вот, пожалуйста, вот, попейте чайку, вот, конфеты хорошие, вот, чем-то еще хочется нас угрожить, что, не знаю, ну, что-то о хорошем сделать. Это так хорошо, что вы рассказали, но очень мне вот это все. Это так надо, вот, нам всем надо, и мне, вот, наши братья послушали бы вас вот в монастыре, вот сейчас я и говорю, вот к себе, вот послушали бы вас, вот, вот что вы рассказывали, ну, охранитель, это же самое главное, на самом деле, ну, как бы ты вообще, ну, как вы, ерундой занимаемся, а это самое же главное. Он такой, прям, окрыленный, такой возбужденный, такой, прям, ну, амбюмация лезет, ну, вечером хотел спорить тебя зле, а утром нет никакого, ну, вот это да, ну, вот, значит, получается, что человек с бесами плохой человек, да, человек без бесов хороший человек, любой человек хороший, да, вот, значит, просто, когда с бесами все, муха, мухи мира портят, да, вот, значит, будем так говорить, вот, мы человек, это как мир, благоуханное, да, но упали эти гадости, да, вот, значит, немного всего прочего, ой, слава Богу, и, знаете, потом я рассуждал так, так, что, вот, действительно, этот дух инквизиции, не тогда после молитвы, после общения с ним, да, вот, на ночь уже глядя, я, благоу, уже уважаюсь уже спать, но не четко понимание, это был дух инквизиции, тот самый дух, который, значит, эти бесы, которые толкают этих монахов в среднем века, допустим, на возжигательных остров, да и сейчас они, ну, прямо никогда не так не буду убить, эти духи, но уже, как говорится, от ботлины, дороги, двух врагов не долг, но уже, как бы, уже время не то, как бы, и уже, как бы, уже, ну, королевства маловато, как бы, да, вот, значит, что-то так разбуляться, вот, как бы, уже, вот, потому что царство тьмы, оно, хотя, видимо, кажется, растет, на самом деле, хрещи прошла уже все, вот так, на самом деле, по лавровому наследству, вот, потому что царство непокоребимое, Христово, Божье царство, оно распространяется, расширяется, оно растет, урифляется, слава Христову. И да, очень интересно, я потом в будущем во Владимире проповедовал, тоже пример для меня был очень интересный. И я был там у бесятников и у бактистов проповедовал во Владимире. Древний город Владимир. И интересно, когда у бактистов был, мне рассказали брать случай. Это давно было уже, лет 10 больше, лет 13 или 10 лет. Но я не помню точно, но это в том промежутке. Достаточно времени прошло уже. И представляете, там бактистский пастор, английский бактистский старший был, гости были с бактистских общин в Владимирской области. Сузды, практически еще там город, видите, Гусь-Крустальный. И мне рассказали случай, который когда незадобно произошел. Один, там, трагический случай. Вот тоже действие, я так рассуждаю, действие на дух инквизиции. Представляете, когда там один партийский новообращенный какой-то ребрыщик, да, он всегда, значит, на улице там, ну, благовествовал. В то время, в России можно было так свободно благовествовать еще, ну, относительно свободно, но можно было еще так. И он благовествовал, если я хотел, проповедовал. И так получилось, вечером, что-то поздно, он возвращался там тоже с работы. И в парке, вот это центр, их не в городках, районный центр Владимирской области в то момент, значит, и в центре этого городка, в парк, зонтрика парковая, значит, и, там, этот, оберегист, мемориал, ну, герой войны, что ли, вечный огонь, там, он горит. И, там, где-то молодежь пусуется, как-то, там, ходит. И, вот, значит, он проходил, значит, там, и начал что-то тоже им там говорить о Христе, как-то, что-то. Вот, одним словом, а эти ребята спрессились, вот, там, там, несколько из них, эти ребята, были такие православные, религиозные пацаны, ну, как они ходили, там, в храм, один даже нам помогал, там, читал, был, там, их на храме. Вот, а другие просто, обычно, вот, выпить, курить, там, дураков, упалясь в парке. Вот, значит, ну, группа молодежи, там, от 15-ти или 16-ти, и, там, или 20-ти, по-моему, ну, да-да-да-да, в целом лежит ребята, молодежь. И, и они, значит, короче, стали видеть этого верующего, и спили его до полусмерти. Там, там, потом патолого-настры, значит, выяснили, что им поломали все ребра, значит, там, значит, там, вот, значит, пробили ему голову. Ну, значит, ну, он, короче, он вот так бы, значит, если бы они даже и не добили бы, он бы умер от нанесенных этих тяжких повреждений, короче. Вот, ну, такие все-таки, получается, значит, там, вот, значит, но потом он был еще живой еще, вот, и они его добили очень странным образом. Вот, значит, там городок весь просто был в ужасе, значит, от этого происшествия. Они приводли его тело еще живое, душа была еще в нем, он что-то еще говорил, даже пытался сказать ему что-то. Они приводли его на влечный огонь и заживо его зажали. Вот. Да, значит, он пытался уйти, но его держали, эти пацаны за руки, за руки держали в этом огне, и пока он не загорелся, и пока не спалился. Вот такой странный случай был. Вот, значит, потом, значит, ребята объясняли тем, что, значит, они просто, ну, немного выпили, как-то, значит, там, и так восприняли все это неадекватно. Судья отказался воспринимать это, и прокуроратура, как религиозное деяние, хотя это непосредственно его, именно, вот, сектант жидов, значит, там, сектантов, ворогин, значит, они там уже, уже готовились отламывать евреев, значит, и имангосих верующих, а здесь сам имангосих верующих пришел. Баптист прямо вот, вот, как бы, на них там вышел, на эту группу молодежи. Вот. И, значит, и вот, и вот те ребята, которые в храм входили, вот, как раз, это вот сектант, как раз его, значит, там, берите. И, значит, и его вот убили до смерти. И интересно, потом, я назывался как раз служителями церкви, значит, они говорили, они были на суде, они присутствовали на суде. То есть судья отказался, вот, понимать, как именно, по религиозной, как бы, нетерпимости, просто списали на холидарство. Вот. И даже, там, значит, обвинили даже покойму, что он, как бы, своей проповедью спровоцировал, как бы, оскорбил, как бы, чувства религиозные, как бы, значит, там, и, значит, и спровоцировал их вот такое неадекватное поведение. Вот. Вот. Ну, и, в общем-то, как-то так. Ну, ребята получили какие-то условные сроки, какие-то реальные сроки, но буквально через несколько месяцев, они снова вернулись уже в свой родной городок. Вот. Даже неполный год они просидели. Вот. Я был, я был планом уже после, получается, уже окончание года после после этой смерти, этого проковедника, этой местной борьбы в Киевской церкви. Вот такой был инцидент. И, значит, и, понимаете, я потом размышлял. А, самое интересное, вот эти пресс-фитеры, эти пастыри, которые были на суде, они посмотрели на этих пацанов, мононежь совсем. Они сами эти пацаны говорили, что мы не понимаем, что мы делали. Вот. Как бы, ну, как бы, в состоянии опьянения, там, значит, там, и вот этой религиозной агрессии, как бы, своей. Но я рассуждал так, и брать мне это сказал о том, что, вы знаете, для меня это действие дух инквизиции. Просто вот как раз они даже не понимали, что делали это, но дьявол, он толкал их вот к этому убийству верующего человека. Вот, значит, и, знаете, вот из прочтенного фрагмента Евангелия Пути очень четко видно, что дьявол искушал и учеников, и Иисуса тоже. И интересно, что, как вот и в случае, вот, прямого восстановления дьявола с Христом, да, ну, как бы, в искушении, о чем мы еще говорим, да? Вот здесь тоже ученики, они составились на Писании, да? Помните? Они же не просто нам что-то сказали, они вот сказали, что, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. То есть, они составились тоже на Писании, что испирили цитаты же есть, да, можно выручить из консиста, пожалуйста, да, Илья как бы помолился, да, сошел огонь, спали в одного Писания, как с его Пидесятка, Писания, это, в смысле, руководителя из пятидесяти воинов, не конфессионально, да, Писания. Вот, потом, как второго Писания, как с его Пидесятка, вот, значит, да, значит, как бы и есть такой Писания, есть Писания. Вот, и вот получается, что мы понимаем учеников там, да, Илья, Илья, вырученные из консиста будущего, им это воспринялось как пример для подражания. Тем более, что они ощущали силу на Дома Божию, чем на Илья, вы ощущали. Представляется, сам Аширак, сам Христос, он их помазал, значит, да, значит, там, и они видели всякие чудеса, значит, видели, как они воскрешения мертвых, значит, и исцелили от больных самок, и излечимых болезней. И сами они очень-таки потом радовались, смотрели, когда помните, да, что у всех все получилось, потому что Господь их послал, и они пошли, и Господь им содействовал, духом святым, да, и они больных исцеляли, мертвых воскрешали, чудеса творили. Они ощущали вот эту силу, силищу просто, знаете, аж прэ, вот это все, аж распирал ее. И они понимали, что сейчас достаточно их слово сказать, и это все будет, это не просто понарошу. И не надо будет там, значит, когда, как Зоя Космодельнян, свином, с конечной двери, значит, Игорь Михайлович, айфхады, а самаритян взглядели. Один, один слово не скажешь, а слово, учитель, только позвольте, позвольте. Если бы учитель его, они бы, наверное, там и сами бы что-то начали. Вот, значит, но, позвольте, мы это скажем, и зайдем на город, и испанят на село. Такая, как они, значит, нет, если село такое. И это не место большинства запачки, это ученики Иисуса Христа, потом Иоанн и Яков. Вот это, да. Да, подлинно, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот слова Иисуса, друзья, слова Иисуса. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знайте какого вы Духа, ибо Сын Человеческий пришел не убить души человеческие, а спасать». Аминь. Аминь. И знаете, вот даже вот то происшествие, вот Пётр, когда, значит, сомание Сахиры, да, вот это смерть мужа и жены. Значит, вот, смотрите, даже уже после, казалось бы, духовного перерождения, все, враг собой слушает. Вот, Иисус, Он сделал ли бы так, вот, как Пётр сделал? Вот, нет, конечно. Сто процентов Он так бы не сделал. Вот, значит, хотя Иуда тот самый, не автор послания, которое читали, а Испиреводский, Библиотек, который, да, вот, то, значит, Он носил кассу церковную, значит, будем так говорить, да, значит, и оттуда брал. И когда, допустим, Он за финансовое служение Иисуса Христа был ответственным, и получается, Он какие-то отчеты, не только перед братьями, но, в первую очередь, перед Иисусом делал, безусловно, хотя бы, может быть, ежемесячные отчеты, но делал. Так-так, вот, такой-то фриход, такой-то у нас расход, такой-то доход, значит, там, как бы, и того, значит, вот, подбивал. То есть Он что-то показывал, что-то рассказывал, может, не было, конечно, там, привизионной комиссии, там, может быть, может, Яков, допустим, Иоанна, например, и у другого, скажем, каратист, хотя бы, что-то у нас, вот, финансово, вот, на ближайшее время, что у нас есть там. Вот. Одним словом, Он перед братьями что-то подойдет, но особенно перед Иисусом. Безусловно, Он к Нему приходил, значит, на Иисусе не было разговоров святого. Или меньше Его было, чем на Дентре, апостоле, никакой разницы. Вот. И неужели Иуда упал, значит, только и Шоа, как Иисусу, как человеку? Нет. Душу святого собрал. Но Иисус, имея больше морального права убить Его, Его могут поставить, что это точно, вот, весь наш приход, расход, доход. Хоп, хоп. Так, сетись, все. Сто процентов. Сто процентов. Ну, вот, сейчас, хоп, задают, и тебя внесут, короче, ногами берутся. Вот, значит, то, что я собрал не мне в это, а Духу святого. Понимаете? Потому что мое служение Иисусе, представьте, что служение будет святого все равно. Поэтому он дверь в погоде. Вот. Вот, значит, и, представляете, но Иисус, Он так и сделал. Хотя слышал постоянно про него, без устного ученика. Понимал, что, значит, куда эта прямая дорожка его скользко ведет. Наверняка он, конечно, давал какие-то намеки. Но человек, будучи осмепленным с зеркалом, он не видит даже в упор. Это когда одного родина спросили, почему люди богатые не измечают вообще окружающих людей. А вот он как раз сказал, вот, посмотри в окно. Это просто стекло, и через него все видно. А вот, а теперь вот ту сторону напыли серебром. И что будет? Это будет зеркало. Ты будешь видеть только самому себя. Ты не будешь видеть то, что замкнули стекло. Вот то же самое и с кибролюбия. Он делает, что оно, это как напыление, вот это стекло, оно превращает его в зеркало. И человек видит только себя, а не видит даже близко кто находится. Поэтому Иуда Испириловский был ослеплен, и он в упор не видел вот тех знаков. Даже на последнем анкете, на последнем ужине, вечере, Иисус прянувает один из вас предастный. Неужели ли он ничего не екнуло? Вот, значит, и все. Кому там хлеб дает, где-то идти, где-то быстрее. Последний момент. Вот, поведение Иисуса очень сильно отличается от поведения апостолов, всех предальших учеников его. Иногда некоторые апостолы подражают ему, иногда не подражают. Поэтому Павел написал, подражайте мне, как я Христу. То есть, и во всем Павлу подражаете мне, как апостолу, а там, где я Христу подражаю. И то же самое касательно Петра, можно сказать. Можно и в устах апостола Петра те же самые слова положить. Подражайте мне, как я Христу подражаю. То есть, только лишь в том месте, где Христу подражаю. А в чем не подражаю, допустим, да? У каждого из них были свои, будем так говорить, тараканы, да? Значит, у каждого из них были проблемы какие-то. Вот, значит, из атмосфера. Вот, и насчет Петра тот же самый Павел писал, что в его посланиях действительно неудобно, что люди превращают, а, в принципе, и все писания говорят. Вот, и возвращаясь к самому началу, скажу, что Слово Божие – это не просто цитата. Это не просто цитата из Библии, это не просто… Это Дух и Жизнь. Слово Бога – это Дух и Жизнь. Это не просто слова убедительной мудрости, но это явление Духа и силы. Это воскресенье и Жизнь. Это Дух Христов. А кто Духа Христова, не имеет на него. Даже, если он должен цепить в Библии и будет знать все писания, он не будет знать Слово Божие. Я помню, раз цитату, один эпизод помню, еще я был совсем начинающим с русским еще, вот, получается. 91-й год, еще последний месяц Советского Союза, ну, до июля, но там уже было врагу ясно, что все, скоро будет вся эта система. Уже наладом дышал. Уже там республики все там заявляли, так или иначе, о своем суверенитете, выходе из состава Союза. И последний месяц оставали Советского Союза. Ну, по утрам еще нам по радио били, там, садились, не рушили, по республике Собор. Ну, уже было понятно, что это уже ненадолго произвели. Вот, значит, и, хотя мне кажется, что это еще надолго еще. Вот, да, были какие-то вещи, да. Я помню, там, бабушки, дедушки ходили с флагами, там, значит, в центр города. Я в Рязани служил, там, в Рязани, со мной. Вот, Борисовецкий собор, да, значит, как раз там по его училищу, вот это по его дивизии, там, значит, и училище, и, как бы, все это было прям на виду. Вот, но, что интересно, значит, я ехал в поезде, опять, опять, это пример в поезде, иллюстрация. Ехал в поезде, значит, и со мной сидел, а, купе, да, со мной купе сидел этот, один, ну, будь так, пожилой человек. Интеллиентный пожилой человек, значит, он, как выяснилось, преподавал маршистскую ленинскую философию, атеистическую пропаганду, закончил университет марсистского ленинизма, но я ему так, конечно, больше бы сказал, что меня тоже туда туда сватрали, мне так, там, без экзамена поступление. То есть, по сути, университет марсистского ленинизма, но я пошел семинар. Так, интересная история была такая. Вот, значит, и, как бы ему было интересно, я мог был священник. Тогда вообще, значит, священников, ну, было, во-первых, мало, а во-вторых, они все в основном были огражданными. Вот, на улице, в рясе, с листом, кому-то увидеть, что очень-очень, это невозможно. В Москве еще более-менее, в рязании не проблевались. Хоть и я не там ходил, как белородный, как чертовый, как его там. Но мне оказалось, это он настолько важный, я как будто, не знаю, молодой, очень репостный, такой даже лепонаргой, но мне не надо чуть-чуть, всегда потрясненький, всегда там. Хотя, вот некоторые бабки шипели. Ох, повылазил здесь, как бы, контрреволюционный, как контр-ведовитый, а повылазил. Попы здесь, белопардейцы, короче, повылазили. Что-то там такое там, как я говорю, в троллейбус везде. Везде шипят, как гонюшники. Не, ну не все гонюшники, были наоборот, интересно было, говорили с батюшкой. Но там же эпицентром коммунизма вообще, представляете, вдруг там батюшка ходит. А здесь всякие вот поясы, ну, уже бодрясники так вот. Я дисциплинировался, я снимал вообще-то, всегда-всегда. даже после дьяконцев уже подвязники, ну иногда снимал, а после спеченничества постоянно давал это подвязники, перевязники. И вот, и представляете, вот попал я, человек, который всю жизнь преподавал атеистическую пропаганду в Университет Марсизма и Ленинизма, вот это да. Вот, а ему было тоже интересно поговорить с молодым батюшкой, вот, как бы, и, в общем-то, он со мной так разговаривал, ну понятно, как вот, молодой человек, и, короче, он просто сверху, вот так вот снизошел и свернился липы своего, вот так вот, значит, маринирующий. Молодой, и, конечно, обурманенный, как бы, как, юноша, значит, вот, значит, батюшкой стал, значит, и, как бы, или все, короче, надо на мой изгоняться, такой. Ну, он, значит, там, конечно, грамотный, он человек, по-саму, не грамотный, вот, уже на пенсии, наверное, всю жизнь преподавал. Вот, и было видно, что самое для него странное, он написание знал, довольно неплохо, то есть, цитировал, в принципе, текст, значит, довольно, и, значит, неподробно. То есть, не просто там, там, два-три слова, а предложениями некоторыми, вот, значит, мне было вот это очень интересно. Вот, значит, и довольно убедительно выглядело вот то, что он рассказывал, значит, о, ну, о многом, о процедурециях церкви, о процедурециях веры индиозной, вообще, о процедурециях Гиблии, вообще, и о, ну, обо многом. Ну, а, ну, много времени для разговора, да, не против, я, ну, мне интересно поговорить, в суммном человеке, вот, конечно, я сам много чего прочеркнул, говорили, и, ну, я тоже, я там, поднатолен, что, там, из этой цифры, там, из этой цифры, там, из этой цифры, там, из этой цифры, в свое время еще немножко мечтал, значит, Гиблии. И, представляете, я ему что-то пытаюсь рассказать, свидетельствовать, рассказать, тоже из Гиблии, тоже нового принимателя, я вижу, что он не воспринимает, он играет в одни ворота. Знаете, вот, я говорю ему что-то, вот, он продолжает мыслить, как будто он даже и не слышал. Монолог. А? Монолог. Монолог, да, именно монолог, он просто, монолог, ведет такой, да, на самом деле, не диалог. Ну, может, чтобы он и слышал, но у него такая уже, у него уже годами наработанная такая, такая уже. Уверенность уже такая уже, да, уже такая уже, методика своя уже. Все, он говорит, он, хозяин положения, одним словом, я чувствовал себя просто раздавленным вообще. Как бы, и я понимал, что мои опыты слабые, а даже то, что я ей не пытаюсь сказать, он это не слышит, просто не слышит вообще. Ну, ладно, я так никак, я так стараюсь его услышать, стараюсь понять его вообще, а он не старается на это вообще. И мне так жалко его стало вообще, вот, честное слово, очень жалко стало его, как человек. Грамотный такой, ну, такой красивый старик такой, ну, новый, знаете, битый интеллигент и много знающий, вот такой бутливый ум такой. Потому что не часто так встречаешь пожилого человека, вот так вот, с таким бутливым умом. Ну, знаете, но было так тяжело, жалко, что он не знает Бога, не знает Бога. И вот мы уже от Москвы подъезжаем уже, все, остается уже совсем ничего времени у нас. Вот, он вышел, ну, пришел, зашел опять, он выходил там курить. Зашел снова, и вот уже Москва с того, чтобы мы сможем. Москва, да. И, значит, он об этом не говорил. Ну, молодой человек, вот что вы мне теперь вот, ну, как бы, ну, в завершении, что ли, ну, что мне вообще скажете вообще? А я не знаю, что ему сказать вообще, а вот честно, даже не знаю, что сказать я. Потому что все, что пытался говорить, он это не воспринимал. И, а последнее слово этот посудимого, это как, что я буду воспринимать? Вот, я, значит, я сказал то, что было у меня на сердце тогда, просто. Я сказал ему, вот, я не могу это повторить просто даже, но я сказал ему вот так вот, что я очень, ну, люблю, как бы, ну, так, что мне очень жалко его. И все. Я даже не помню, что там, или как сказать, я ей говорила. Коротко сказал просто, что мне очень жалко его. Но не просто исходя, а вот, ну, именно жалей. Ну и все, ладно. Вот. Вот. Больше не общались мы с ней. Вот так уже. Вечем уже. Уже собираемся уже. Вот. Уже там уже в переговор выходим, начнешь там уже, вот уже, вот уже, уже поезд остановился. Уже люди выходят. Мы продвигаемся. Он идет впереди, я за ним размышляю о нашем диалоге, о нашем беседе. И в монологе больше, на самом деле. И, представляете, вдруг он оборачивается, да, он в окне, значит, и говорит такие слова. А знаете, молодой человек, а вы меня победили. Я просто был в любви. Я думал, что он победитель, он, как бы, себя в них победитель, как бы, и... Ведь мои аргументы общинности не помогут. У меня так оказалось. Оказывается, у меня такой же работа уже многоуровневая. Как бы, и он уже на своих других уровнях, он уже размышляет о чуме. Ну, даже не в том теме. Но, видимо, вот, вот, то, что сказано в конце, вот, что мне жалко, я не знаю, жалко оставаться этого человека. Много, много знает, и битву много знает из Библии, но не знает самого главного. И пока я был как в недоумении, он развернулся снова, и пошел, значит, и потом по первому уже ушел. И думаю, надо же, вот это больше я не люблю. Вот, слово Божье, я сейчас представляю, необычные цитаты какие-то. Часто это даже и не так. Бывает, что обычное слово, обычное, я тебя люблю, Познатели, это будет слово Божье. А цитаты, длинные из Писаний, это не будет слово Божье. Слово Бога, это живое, это дух и жизнь. Явление силы Бога и Духа Его. Это любовь. А кто пребывает в Боге, пребывает в любви. Не пребывающий в любви, он не знает Бога просто. И он не имеет его слова. Иисус, есть Слово Божье, живое Слово, которое пришло в этот мир. И распяли его те, и кричали о спине. И все сделали, и выраживали те, кто формально, Слов Божье, я не знаю, что дальше. Были богословские школы, были свои школы. Их были высокообразованные. Даже в Пламуде рассказывалось, что вот эти поколения последние, перед темно-краном, у Архуши II, они были самые религиозно грамотные за всю историю Израиля. То есть религиозно образование было на самом высочайшем уровне. То есть даже простая девочка, простой мальчик того времени, касательно высоты образования, даже были на очень высоком уровне. Даже простые рыбаки могли ориентироваться очень неплохо тогда в писаниях. Простые земледельцы, простые пестияне, могли из Тори много что знать, и приводить цитаты, и могли знать учения отличные. Поэтому некоторые представляют, что Иисус собрал колхозников, которые очень смыслили, как бы, в Тори, в Слове, не так. Хотя высшие, конечно, учителя и говорили, этот народ, он пропит, он не знает. Ну, то, что они знают, конечно, высшим полетом. Но для среднего уровня они знали более, чем вот сегодняшний средний уровень и грозного грамотности. Вот, однако же, людей это не спасало. И даже когда Иисус, Он воскресил Лазаря, казалось бы, всё, признай послание, признай Мессию. Священство посвящалось, и те, кто знал Слово Божье, казалось бы, от зубов освакивало, они вынесли вердит распять, украсть, убить и погубить. А зубов освакивало, чтобы меньше разговаривало было. Представляете? Вот, поэтому сегодня тоже порой удивляются люди, почему вот люди, порой, религиозные, там, неважно, как в конфессии, даже знающие Библию на зубов, казалось бы, но реально не знают Слово Божье. Почему? Реально не знают Слово Божье. Почему? Потому что Слово Божье – это, еврейные, не убедительные слова в человечестве и мудрости. Ни в цитатах, ни в знаниях текстов, а в писаниях. Ни в зубрёжках, ни в кообразиях. И даже не в переживаниях, при которых национально. Слово Божье – явление Духа и Силы. И первое, что мы не можем. Братья, сёстры, вот я умолился, тоже эти дни проводил семинары. Сегодня вечером собираюсь тоже проводить как раз по поводу упрещения Руси. Вот, тысячи тридцатилетий. Вот, и обузе инкузиции. Сегодня вечером, кто имеет возможность, включайтесь, или же потом запись уже посмотрите. Вот. Это здесь 19? Нет, мне здесь, как на четвертого. Я на четвертого. В 18 минут. В 18 минут, да. В 18 минут, да. Правильно. Подключаюсь. Подключаюсь. Вот, значит. Хотя, сегодня воскресенье, если бы пораньше не было делать. В 18 уже будет обычно 16, 17, 17. Но сегодня, наверное, 17, 17 точно будет. Я бы сейчас приеду жестким словом домой. И, как бы, вот его уже расписание ставлю. Но будет всё в запись идти. Запись делаться. С камерой проблемы некоторые возникли. Но я сейчас, надеюсь, уже всё как бы нормализовалось. Снова пишет. Вроде как бы, значит, смотрю, вроде пишется нормально. А то было, как бы, вроде запись идёт, а проверяешь, ничего не сохранилось. Ну ладно. Вот. А сейчас, смотрите, всё пишется. Поэтому я, значит, буду делать записи ещё. Выставлять на YouTube. И поэтому просто посмотрите. Даст Бог в следующее воскресенье, когда я с утра приду как раз на молитву. Л rhetoric не жалит, ничего неубов. Вот, значит... Продолжение следует.